Всем привет! 2020 год со своей пандемией внес корректировки серьезные в фото бизнес, впрочем, как и в любой другой бизнес. Но нет худа без добра, стало появляться огромное количество различных доставок. Естественно, этим компаниям нужны фотографии для сайтов, для соцсетей. И снимать нужно много, обрабатывать много, но платят, как всегда, не очень много. Обычная обтравка объектов занимает достаточно много времени, а такая поточная работа, она не позволяет, скажем так, долго возиться с одной фотографией. Поэтому покажу свой способ, каким я обрабатываю данные фотографии. Вот мы видим круассанчик. Он снят на акриле. Берем мусор, который нам в тени не нужен. Чем дольше мы снимаем на одном объекте, тем больше этого мусора у нас появляется. Жирные пятна и так далее. Так что никуда от этого не деться. Обычным healing brush убираем какой-то такой мусор. Что нужно сделать теперь? Выберем сам объект. Вот у нас достаточно точно, четко захватился наш круассан. Вручную придется подправить. То есть автоматизировать, к сожалению, этот процесс не получится, даже если вы снимаете одинаковые предметы на одном и том же фоне с одним и тем же светом. Но тем не менее, все-таки времени уходит меньше. Теперь мы можем чуть сгладить наши края. Вот я выбираю растушевку 1.8 пикселей, контраст 20%, окей. И сохраним это дело в каналах. Все, можно снять выделение. Теперь мы идем в Select Color Range. Выбираем Highlighting. Preview на серой шкале, в сером фоне, Grayscale. И начинаем смещать Range до тех пор, пока у нас не проявится наш круассанчик. И тень, которую мы хотим, допустим, вот так сначала. Теперь Fuzziness можно увеличить. И добавим Range. Окей. Примерно вот так. Переходим в каналы, зажимаем Alt, то есть с минусом, чтобы отминусовать наш сам круассан. После чего с зажатым Alt, да, нажимаем вот эту кнопочку, получаем наш круассан, обтравленный с небольшой тенюшкой. Если мы сейчас подложим белый фон под низ, то мы увидим наш круассан с тенью. Это вот пример с круассаном. И возьмем еще одно фото. То же самое. Здесь мы подчищаем весь мусор. У нас же скоро Новый год. Я сейчас записываю это 26 декабря. Поэтому возьмем оливьешечку. В авторской подаче шефа. Уберем вот этот вот весь мусор, который у нас накопился за время съемки. И то же самое. Попытаемся для начала Select Subject. В принципе, Photoshop почти угадал. Но правки внести все равно придется. Поэтому добавим к нашему выделению элементы, которые Photoshop пропустил. Это можно сейчас здесь сделать достаточно грубо. Не обязательно соблюдать такую точность. Тем более, все равно изображения будут на сайте, представлены в виде превьюшек достаточно маленького размера. Поэтому просто возьмем и вот так вот обычным лассо достаточно грубо выделим. Придется немножко повозиться вот здесь. Можно это выделение, конечно, сделать при помощи Pen Tool. И я чаще всего стараюсь такие объекты выделять Pen Tool. И вот здесь у нас кусок тарелки тоже не попал. Поэтому его придется добавить. В принципе, вариант с выборочным цветом, где мы выбираем цвета, может сработать и без предварительного выделения объекта. Вот мы его сохранили. Command D сняли выделение. То же самое. Select Color Range. Здесь вот. То есть здесь мы ориентируемся на то, какой мы хотим видеть нашу тень от тарелки. Скорее, более длинный, но такой. Вот. Допустим, вот так. Опять переходим в каналы. Отминусовываем. Извините. Упс. Вот он наш Color Range. Переходим в каналы. Отминусовываем тарелку. Зажимаем Alt. Маска. И вот у нас все получилось с тенюшечкой. Вот такая вот тарелка. В принципе, можно эту маску подправить мягкой кистью растушеванной. Вернуть кусочек тени. Вот в этой области. Вот таким вот образом. А это подтереть. К примеру. Тем не менее, видите, что времени на одну фотографию уходит гораздо меньше. При этом у нас сохраняется естественная натуральная тень. Так как эта тарелка просто на белом фоне. Давайте сейчас ради интереса ее и инвертируем маску и просто возьмем белый фон. Вот. Тарелка на белом фоне выглядит ну менее естественно, менее натурально. Куда приятнее смотреть на блюдо с тенью. Что ж, всем хорошего наступающего нового года. Пускай у всех сбываются мечты и желания. Ну и фотографам пожелаю больше интересных, менее скучных съемок. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok